Партнер программы «Сеть детских клубов» «Ети и дети». Здравствуйте, ребята! Привет! Ребят, вчера у вас был второй конкурсный день. Вчерашняя игра показала, что вы очень сильные соперники, и борьба предстоит очень серьезная. В стране безопасности есть свои правила. Для того, чтобы получить главный приз и звание специалиста по детской безопасности, нужно пройти через что? Через испытания. Вчера и позавчера вы уже сталкивались с этим условием. Знаете, что это действительно так. А сегодня готовы прогулки борьбы? Да, готовы. С уверенностью, сказал Никита и Ева. Молодцы, отлично. Хорошо, тогда самое время начинать наш первый конкурс. Тема нашей игры – это правила дорожного движения для детей. Сегодня мы тоже начнем с загадок, но еще более я его усложнила и сегодня, потому что скоро финал, а поэтому борьба должна стать еще более серьезной и напряженной. Итак, ребята, у каждого из вас вот есть карточки. Можете их разложить, чтобы было удобно. Отправляйтесь уже, раскладывайте на полу. На полу разложите. Да-да-да, вот эти там, возле стенда разложите, рядышком со стендом. Ребята, вот эти картинки – это отгадки на мои загадки, а на стенде эти отгадки написаны. Когда я прочитаю загадку, вам необходимо будет найти картинку с отгадкой и прикрепить ее к стенду. А, вот так вот на слово? Да, то есть сверху картинка, а снизу надпись. Отгадка написанная. Понятно? Конкурс нелегкий, поэтому каждый правильный и быстрый ответ будет стоить 4 фишки, а если просто правильный ответ, то 3. Итак, ребятам, слушаем первую загадку. Раньше счеты и письма, рисование, чтение. Всем ребятам нужно знать азбуку движения. Как зовут те дорожки, по которым ходят ножки? Различать учись их точно. Не лети, как на пожар. Пешеходные дорожки – это только... Молча. Не смотрим друг на друга. Сами думаем, догадываемся, отвечаем. Отлично, догадались, справились, справились правильно. Речь действительно здесь идет о чем? О тротуаре. Да, только я просила вот так вот, Никита, располагать, как Ева расположила. Сверху картинка, а снизу надпись, надпись правильной картинки. Итак, хорошо, я буду сама класть фишки, заработанные в коробочке. Никита справился быстрее, поэтому ему 4 фишки. И 3 фишки, Ева, тебе положу. Так, 3 фишки, вот. Следующая загадка. Поезд быстро-быстро мчится, чтоб несчастью не случиться. Закрываю переезд, запрещен машинам въезд. Молодец, Никита, молодец, Ева. Но Никита был снова быстрее, поэтому ему достается 4 фишки и 3 фишки, девочка, тебе. Старайся быстрее, чтобы за скорость тоже заработать фишечку. Командуя жезлом, он всех направляет. И всем перекрестком один управляет. Он словно волшебник, машин-дрессировщик. А имя ему марш. Молодцы, отлично, Ева, чуточку была быстрее. И поэтому на третьей загадке Ева зарабатывает 4 фишки. Умничка. И 3 фишки, тоже молодец. Зарабатывает Никита. Присаживайтесь, ребята, и считайте, сколько фишек в первом конкурсе вы заработали. 10. Хорошо, Ева. 11. 11? Отлично, хорошо, практически равный счет. Ребята, мне кажется, что вы стали намного лучше отвечать на вопросы по правилам дорожных движений. Но, во всяком случае, загадки отгадывайте буквально с первой строчки. Молодцы. Ну что ж, сейчас время встречи с нашей хорошей знакомой из госавтоинспекции, тетей Олей. Внимание на экран. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Если вы смотрели наши передачи раньше, то вы уже знаете, что переходить проезжую часть можно только по пешеходному переходу. Они бывают разные. Наземные по светофору или зебры, подземные через тоннель под землей и надземные. Это такие пешеходные мосты над проезжей части. А сегодня мы с вами поговорим про наземный регулируемый пешеходный переход, а по-простому переход по светофору. Но светофор не простой, а пешеходный. Он отличается от обычного трехглазого светофора тем, что у него нет желтого сигнала. То есть только два цвета – красный и зеленый. Внутри каждого глаза свое изображение. Человечек. В красном кругу он стоит и запрещает нам идти. А в другом зеленом круге человечек идет вместе с нами. Это еще одна подсказка для нас, и тут очень трудно запутаться. Именно пешеходным светофором, где есть человечки, мы должны следовать. А трехглазый светофор предназначен для водителей. Там есть еще и желтый сигнал, который предупреждает о том, что надо останавливать движение вовремя, не дожидая исключения красного сигнала. Это дополнительная мера безопасности, как для водителей, так и для пешеходов. Ну что же, игра продолжается, но завтра финальный день. Готовьтесь хорошенько. А пока я прощаюсь с вами до завтра. Желаю успеха в игре и безопасности в жизни. Ребята, ну что ж, третий конкурсный день подходит к завершению. Последнее испытание на сегодня, финальное. От того, как вы сейчас будете отвечать на мои вопросы, зависит итог нашей сегодняшней битвы. Итак, вопросы буду задавать, каждый правильный ответ стоит две фишки. Если вдруг вы ошибаетесь, вас соперник дополняет, поправляет, то одна фишка его по праву. Отвечать будем по очереди. Скажите мне, пожалуйста, кто насчет первым? Никита. Хорошо, мужчина берет на себя. Итак, первый вопрос твой, Никит. Максимально полным должен быть ответ. Чем отличается пешеходный светофор от обычного светофора? Потому что пешеходный светофор, на нем есть только два цвета. Зеленый и красный. Там на красном есть человечек, который стоит. Стоит и запрещает нам идти. А другой человечек, он идет с нами, переходит с нами дорогу. Правильно. А светофор, который машина разрешает ехать, там есть три цвета. Красный, желтый и зеленый. Молодец. Все очень подробно запомнил, что говорила тетя Оля. Умничка, Никита. Молодец. Держи две фишки. Хорошо. Следующий вопрос твой, Ева. В каких местах пешеходам разрешается переходить улицу? Разрешается, когда зебра. Так. Или можно по подземному переходу пойти над дорогой, где езжут машины. Наземный переход. Правильно, переход. Дальше еще. И еще можно переходить, где зебра. Где зебра. Да. А каким знаком дорожным обозначается место, где можно перейти улицу пешехода? Означается... Называется. Как этот знак? Называется... Никита, как называется? Пешеход и переход. Хорошо. Ну еще, еще есть один момент, где как можно перейти улицу, где, в каких местах? Там, где светофор. Еще, ребята, переходить улицу можно на перекрестках только по линиям тротуаров. Ясно? Да. Ну что ж, помогала Никита, поэтому я думаю, что каждому из вас по фишке. Это вполне заслужено. Так, следующий вопрос тебе, Никита. Какие существуют правила перехода улицы, где нет светофора полицейского регулировщика? Там, ну там может быть зебра. Зебра и знак пешеходного перехода, чтобы предупредить водителя, то что он же в машине сидит, а он же не может видеть вдали зебру. Так, хорошо, но это ты говоришь обозначение сейчас, где можно перейти улицу. А какие есть правила? Вот ты подошел к дороге, ты собираешься переходить. Что нужно делать? Как себя вести? Нужно посмотреть влево, вправо, потом влево. Давай по очереди, там есть значение, куда сначала обратить внимание. В какую сторону ты посмотришь в первую очередь? Влево, потом до середины, и посмотрю вправо. Да, влево посмотрел. Если вдруг есть приближающийся транспорт, как ты себя поверишь? Я тогда остановлюсь. И если машина остановится, значит я пойду. Если она остановится и поедет, значит... Ты пропустишь транспорт. Так, хорошо, правильно, нужно пропустить приближающийся транспорт. И дальше мы двигаться начинаем, и... До середины. Если есть машина, если она остановилась, значит можно переходить. А если... Направо смотрим, так? Направо смотрим. Если она не остановилась и едет дальше, значит мы должны остановиться и пропустить машину. Потом, если машины нет, значит нужно переходить дальше. Хорошо. Очень подробно, молодец. И еще одно из правил, как нужно переходить дорогу. Можно, знаешь, идти вот так вот пересекать. Можно вот так идти, а можно и вот так идти, вот наискосок. Как нужно? Прямо идти или наискосок? Прямо прямо. А почему? Потому что если идти наискосок, машина может сбить человека. Ну, машина может сбить человека, даже если она прямо идет. Здесь важно то, что если мы пойдем прямо, то мы что? Быстрее пересечем проезжую часть. А если не наискосок, это удлиняется траектория движения по дороге. Поэтому идем только прямо в таких местах. Договорились? Да. Хорошо, Никита, очень подробно ты все рассказал. Молодец. Поэтому две фишки ты зарабатываешь. И последний вопрос, Еланн, для тебя. Можно ли перебегать улицу, либо дорогу? Нет. А как нужно переходить улицу? Надо спокойно идти и смотреть по сторонам, чтобы машины не было. А если будет, то тогда можно ее пропустить или идти дальше, если она не остановится. Правильно, Евочка, идти нужно обязательно с шагом. Потому что если вдруг будет приближаться машина, и мы внезапно выскочим на дорогу, то у нее не будет возможности затормозить вовремя, правда? И за машиной, машина же, когда едет водитель, то тогда он не видит то, что мы за машиной. И мы можем выскочить, так что надо смотреть по сторонам, выглядывать. Умничка, молодец. Тоже две фишки мне зарабатываешь. Молодцы, ребята. Все, на все вопросы мои вы ответили, поэтому давайте сосчитайте фишечки в третий игровой день. Сколько вы заработали? Я смотрю, очень много. Внимательно считайте и быстро поделайте. Шестнадцать. Тринадцать. Да, практически равный счет. Хорошо, ребят. Ну что ж, пока еще, еще все-таки, тем не менее, рано делать выводы, потому что финал только завтра. Завтра у нас ставки вырастут, можно будет заработать много афишек. Поэтому завтра мы и узнаем, кто станет победителем. А на сегодня все. До встречи в стране безопасности. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова